Урок 2. Основополагающий принцип Идеи Чуче. На этом уроке мы расскажем об основополагающем принципе Идеи Чуче. Первая составная часть Идеи Чуче – философский принцип. Он освещает место и роль человека в мире. Все системы и содержания Идеи Чуче развернуты на основе этого философского принципа и проникнуты им. Идеи Чуче на новых началах освещают основополагающий принцип – человек хозяин всего, и он решает все, то есть место и роль человека в мире. Великий Ким Чинер отметил. И Идеи Чуче, рассматривая коренной вопрос философии, превыше всего ставят человека. Они освещают философский принцип, что человек – хозяин всего, и он решает все. Основополагающий принцип Идеи Чуче имеет два аспекта. Первый – человек хозяин всего, а второй – человек решает все. Человек хозяин всего – это указывает на место человека в мире, а человек решает все на роль человека в развитии мира. Человек – хозяин всего, значит, властелин мира и хозяин своей судьбы. Человек – властелин мира, значит, существо, живущее, подчиняя окружающий нас мир, своей воле и требования. Человек – это определяется тем, живет он, приспосабливаясь к окружающему нас миру, или подчиняя этот мир своей воле и требованию. Человек – существо, живущее, не приспосабливаясь, как другие, естественные существа мира, к окружающему нас миру, оставя этот мир на службу самому себе. И человек, разумеется, продукт длительной эволюции и развития природного мира. Но он не является простым материальным существом, судьба которого решается законами природы. Человек отличается от других существ еще со времени выделения его из мира природы. История развития человечества доказала, что человек есть властелин, кто подчиняет окружающий нас мир себе. В ходе превращения окружающего нас мир в полезный себе, человек понял, что он сам не является просто одной частью мира, что он коренным образом отличается от многих других живых существ, живущих путем приспособления к окружающему нас миру. В смысле того, что человек есть существо, живущее, подчиняя окружающий нас мир своей воле и требованию, его называют властелином мира. Человек – хозяин своей собственной судьбы, то есть существо, отвечающее сам за свою судьбу и решающее ее согласно своей воле и требованиям. Является человек властелином своей судьбы или нет? Это определяет соотношениями человека и окружающего нас мира. Так как человек является властелином мира, подчиняющим его себе, он станет и хозяином собственной судьбы. Человек решает все, то есть играет решающую роль в преобразовании мира и решении своей судьбы. Человек играет решающую роль в преобразовании мира, что означает, среди разных факторов, воздействующих на преобразование и развитие мира, самое большое воздействие оказывает активный человеческий фактор. Для того, чтобы поставить все в меры на службу себе, человек активно участвует в процессе изменения и развития мира, оказывая на него самые активные воздействия. Благодаря роли человека целенаправленно сознаются и активно используются законы изменения и развития мира, в результате чего резко меняется облик мира. Разумеется, при преобразовании мира нельзя игнорировать и материально-технические средства, и общественный строй, и природно-географические условия. Но реалии, где в результате творческих усилий и борьбы человека создаются все материальные и культурные имущества, улучшаются обстоятельства жизни, и человеческое общество непрерывно развивается как более прогрессивное общество, ярко доказывают, что решающую роль в изменении и развитии мира принадлежит именно человеку. В смысле того, что человек инициативно, активно преобразовывает и изменяет окружающий нас мир, его называют преобразователем мира. Человек играет решающую роль и в решении своей собственной судьбы. Это значит, что среди факторов, влияющих на решение судьбы человека, решающей является роль самого человека. Так как судьба человека решается в отношениях с миром, условия и обстоятельства окружающего нас мира станут как фактор, влияющий на решение судьбы человека. В частности, социальные отношения и материально-культурные ценности, сформировавшиеся исторически, оказывают большое влияние на деятельности человека и ее результаты. Но среди ряда факторов, оказывающих влияние на решение судьбы человека, самое большое влияние оказывает именно роль самого человека. В зависимости от того, как действует сам человек, определяется влияние окружающего нас мира на решение его судьбы. Говорят, что человек играет решающую роль при решении собственной судьбы, так как его работа оказывает на этот процесс решающий воздействие по сравнению с объективными факторами. Идея Чуче, развернутая на основе основополагающего принципа, который гласит «Человек – хозяин всего, и он решает все». Человек, который воспринимал собственное положение как участь, мучаясь над загадкой, почему долгое время он должен был быть только как пассивный объект, хотя своими руками управлял миром и преобразовывал его. Только после создания Идеи Чуче получил настоящую истину о своей судьбе и смог активно развернуть борьбу за то, чтобы стать подлинным хозяином собственной судьбы. До сих пор мы рассказали об основополагающем принципе Идеи Чуче. На следующем уроке расскажем о том, что человек есть общественное существо.